здравствуйте друзья здесь демитков юрий сейчас я хочу показать немножечко сколько можно зарабатывать на нефти и и как это можно делать посмотрите но последнее время нефть растет в цене и как можно покупать нефть на бирже виде фьючерсов и вот посмотрите что происходило на бирже вот я тут немножечко вот он рос 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 фьючерс на нефть и посмотрите вот я его тут покупал продавал покупал продавал понятно что надо покупать подешевле а продавать подороже и посмотрите вот я немножечко Вот смотрю, торговал, да, здесь график какой у нас, пятиминутный, и смотрю, все, нефть перестала расти. И я такой думаю, блин, ну вот перестала она расти, уперлась в потолок, там, вот оно. И когда она вот подросла внезапно, вот, ну, так сказать, там, свечка пошла вверх, вы видите здесь 68, по-моему, это было 15 или 17 баррелей, долларов за баррель, я продал вот здесь вот 54 лота. Один лот – это 10 баррелей, потому что я думаю, ну все, вот, похоже, что она выдохлась и пойдет вниз. Здесь я поставил, как всегда, take profit и stop limit, потому что если она пойдет дальше вверх, я ограничивал свои убытки, и, соответственно, я поставил прибыль, вы знаете, я поставил take profit на 67,5, потому что я, давайте я сейчас прямо переключусь на график все-таки. Вот, посмотрите, когда это произошло, вот он рос, 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 и смотрите, вот он растет, потом падает, потом растет, растет, потом падает, потом растет, растет, потом падает. И я чувствую, что вот должно упасть. Как я это прочувствовал? Ну, проинтуичил, можно сказать. Вот, мы возвращаемся к картинке, я просто вот ожидал, что будет падать, и я поставил take profit и stop limit, и stop limit я потихонечку опускал, а take profit, ну, так я оставил на 67,5. Смотрите, смотрите, она опустилась, вот, стоял take profit на покупку, ну, кто занимается на моих курсах биржи для чайников, я поставил отступ от минимума 0,08, я рассказывал совсем недавно, что это такое, вот, и смотрите, вот 0,08, вот она упала до 67,4 и пошла вверх, соответственно, вот они сработали на два take profit. Ну, это был take profit, и, значит, здесь я остаточек закрыл, 54 лота. Теперь посмотрите, вот сюда, вот вниз, вот здесь вот результат вот этой вот деятельности. Все это произошло в течение одного дня, вот посмотрите результат, 38,698 рублей за один день. Прибыль дня написано, видите, да? То есть это вот, ну, для тех, кто в чайнике, видите, 38,698 рублей за один день. Теперь у меня к вам вопрос. Скажите, так сказать, просто оцените, а сколько же денег вы зарабатываете за один день или за один месяц? Поделите, так сказать, то, что вы зарабатываете в месяц на количество дней в месяце и посчитайте. Ну, вы видите, что надо этим пользоваться, надо учиться. Я хочу сказать следующее, но для того, чтобы учиться и вот так зарабатывать 38 тысяч в день, конечно же, надо взять курс биржи для чайников, это бесспорно, но это только начало. Для того, чтобы вот это делать, для того, чтобы уметь это делать, надо чувствовать рынок. А для этого надо активно торговать и активно торговать маленькими суммами, маленькими суммами начинать торговать. Вот в чем дело. Потому что если вы начнете сразу торговать большими суммами в надежде вот так вот выигрывать, на самом деле я вам хочу разочаровать, вы абсолютно точно начнете терять. То есть вот курс биржи для чайников, я рассказываю о том, как не терять, как ставить стопы, как ставить тейк профиты, но это все без опыта не имеет роли. То есть смотрите, как говорится, есть пословица, как вырастить идеальный английский газон. Надо просто посеять траву, а потом 20 лет ее каждый день ухаживать и косить. Так вот и здесь надо пройти просто курс биржи для чайников и регулярно заниматься этим. Если вы хотите зарабатывать на трейдинге, надо посвятить этому хотя бы лет пять. И тогда у вас уже появится вот это вот ощущение, что вот ну все, понимаете, оно же неспроста. Вот они вот графики, вы видите, что вот эти графики, которые здесь нарисованы внизу, они тоже неспроста. Они же тоже неспроста, потому что, ну не зря я их рисовал-то, понимаете? Сейчас, секундочку. Вот снизу, видите, вот они графики. Они тоже неспроста. Я их не зря рисую, потому что они на что-то указывают, на что они указывают, как это чувствовать. То есть появляется чувство, оно появляется через определенное время. То есть надо не только курс, но и заниматься. Вот. И естественно, надо в этом жить. И еще один момент. Есть такое понятие, ну скажем, как черный лебедь. То есть какие-то события, которые внезапно влияют на нашу жизнь кардинальным образом. Ну, например, вот в Казахстане внезапно уходит в отставку президент Назарбаев. И я не хочу сказать, что наш президент скоро уйдет в отставку. Но ничего ведь не исключено. Санкции вводит и так далее. И в этом во всем надо ориентироваться. И если мы будем ориентироваться в этом, если мы будем на бирже, то у нас будет возможность практически удвоить свои деньги достаточно быстро. Получить большую прибыль. Поэтому это надо делать. Друзья мои, ну я призываю вас, во-первых, поставьте, пожалуйста, лайк. Во-вторых, сделайте первый шаг. Запишитесь на курс биржи для чайников. Ссылочку вы видите вот там вот в левом верхнем углу буквочка И. Если наведете мышкой туда, там выскочит биржа для чайников. Либо в описании к данному видео. Вот, для того, чтобы получать 38 тысяч рублей в результате, во-первых, обучения, а во-вторых, набрав опыт, вы тоже сможете делать то же самое. Вот, соответственно, сделайте, пожалуйста, первый шаг и начинайте уже как-то осваивать этот рынок. Это стоит того. До встречи. С вами был Демятков Юрий.